...порядок 60 тысяч населения пользуются, скажем так, общественным транспортом. У нас данная территория попала в рамках работ по восстановлению асфальт-дорожного покрытия, в рамках работы, проводимых в рамках агломерации программы. Значит, это один из последних практически объектов, которые на территории города Саратова у нас будут, скажем так, восстанавливаться. Асфальт-бетонные покрытия здесь восстанавливаются полностью. Помимо этого всего здесь наносятся разметки пластиком. И сегодня у нас присутствует подрядчик, мы буквально обсудили, я думаю, что он пару слов скажет. С понедельника планируется начать эти работы. И обсудили с ним, что у нас буквально в эту среду совместно с горожанами, с комиссией безопасности и здоровья движения было принято решение об изменении части движения схемы, скажем так, движения общественного и транспорта непосредственно частного. На данной территории. Если говорить в общем по основным таким параметрам, которые у нас планируется здесь сделать в результате вот этой вот реконструкции. Первое, это у нас все-таки закрывается двухстороннее движение на участке Аткарской, как это было ранее. И будет только одностороннее движение в границе привокзальной площади. Плюс к этому всему регулируемые светофоры, перекрестки, которые у нас сейчас здесь существуют. Вот они, светофоры будут убираться для того, чтобы разгрузить непосредственно транспорт, идущий из привокзальной площади. И будет установлено определенные приоритеты. И плюс к этому всему мы планируем разместить ряд остановок вот на той стороне, раздружочных, где будут люди высаживаться. И там будут, соответственно, посадочные места. Плюс к этому всему вот эти вот... Будет сооружен островок безопасности с клумбой непосредственно, где раньше разберутся, и убраны, соответственно, светофоры, которые сейчас у нас немножко затрудняют эти движения. Продолжение следует...